В этом видео я научу тебя, как поменять любое лицо на любого аватара. Да, ты не ослышался, любое. То есть мы можем подставить свое же лицо на любого персонажа, которого только хотим. Это как в Симпсонах. Сегодня я хочу выглядеть вот так. Ммм, нет, слишком банально. Вот так. А так слишком злостно. Нет, так сладко. О, вот так вот я хочу сегодня выглядеть. Ну, примерно вот так. И пока в реальной жизни такое сделать нельзя, в виртуальной жизни после этого видео ты сможешь менять своих аватаров каждый день. А в конце видео я еще покажу несколько крутых обновлений Миджорни 5. Приступим. Пойдем менять будущее с WebTrinity. Поехали. Что нам будет нужно? Первое, что нам будет нужно, это приложение Миджорни. Самое популярное из нейронок. И в ней появилась новая функция. Как раз именно поменять личико. Сейчас я покажу, как ее настроить. Первое, что нам нужно, это зайти в Дискорд. И нам нужно будет добавить свой собственный сервер. Как это делается? На самом деле, очень просто. Для этого мы нажимаем вот этот плюсик, добавить сервер. И выбираем, для чего оно нам нужно. Свой шаблон. Для меня и друзей. И называем его, к примеру, аватар. Создаем. Мы создали сервер. Теперь нам нужно будет в этот сервер добавить бота. Это называется Inside Face Swap. То есть, менялка лица. Чтобы добавить его на сервер, я оставлю ссылочку в описании. Переходи на нее, и он у тебя автоматически добавится. Но тебе нужно будет его добавить в свой сервер. Нажимаешь на ссылочку. Здесь выбираешь добавить на сервер, какой сервер. К примеру, ежедневный аватар. Продолжить. Авторизировать. Ну, дальше, естественно, подтвердить, что вы не робот. Далее, переходим в наш канал. Ежедневный аватар. Его здесь написано, что у нас теперь есть этот бот. Дальше, что мы делаем. Мы здесь нажимаем слэш и выбираем команду saved ID. И вот сюда мы должны будем загрузить наше фото. Внимание, качество фото очень-очень сильно важно. Потому что, если это фото некачественное, либо вы вот так вот загружаете, даже вот так вот загружаете, то, ну, робот не считает его. Поэтому загружаем максимально качественное, чтобы оно хорошо его считало. Выбираем фото. У меня, к сожалению, кстати, нет нормальных фото. Поэтому я загружаю вот такое. Но там у меня видно полностью все очертания. И его как-нибудь назовем. К примеру, Han 1. Отправляем. Ждем пару секунд, чтобы он его воспринял, чтобы он считал это лицо. Что это означает? То есть, вы вставляете туда лицо. И теперь он будет подставлять вот это лицо в любую картинку, которую вы ему скажете. То есть, он его запомнил. Видите? Command send, hand name created. Далее. Как только мы добавили inside face бота, нам также нужно добавить mid journey бота, чтобы у нас генерировались картинки. Из-за этого мы доходим в mid journey. Заходим в любой чате, к примеру, general. Нажимаем на mid journey bot. И вот видим добавить на сервер. Выбираем сервер. Ежедневный аватар. Продолжить. Авторизовать. Подтверждаем, что мы не робот. Все. И теперь у нас здесь есть два бота. У нас есть mid journey bot. У нас есть inside face bot. И начинаем генерировать картинки. К примеру, берем imagine и пишем любой prompt, кого мы хотим видеть. Итак, обычно, чтобы хорошо лицо было поменено, нам нужно именно портрет. Тогда лицо заменится хорошо. Как только картинка у нас генерировалась, мы выбираем понравившийся вариант. И его upscaling. К примеру, мне понравился первый вариант. Я нажимаю U1. Как только картинка сделана, мы нажимаем двумя клавишами на картинку. И нажимаем приложение. И дальше in swapper. То есть, мы хотим, чтобы на эту картинку поменялось наше лицо. И через несколько секунд, вуаля, я в образе вот такой вот барби-женщины. Как вы видите, подставляет он довольно-таки реалистично. Далее играем с другими героями. Портрет, супер-женщины, блондинки. Я добавляю обычно хипер-реалистик и синематик вот эти промпты. Потому что в mid journey, если ты хочешь, чтобы это выглядело реалистично, тебе нужно ему немножечко преувеличивать. То есть, ему нужно сказать гипер-реалистично. И тогда он будет считывать это. Ну, а промпт-синематик просто добавляет немножечко киношного настроения. Вот как мы видим, mid journey очень любит генерировать портреты, когда глаза смотрят не в камеру. Поэтому здесь только терпение и пробы. Опять выбираем женщину и приложение in swapper. И вот такая вот я. Но из-за того, что лицо здесь было, видите, немножечко повернуто, то есть мое лицо стало и здесь видно немножечко ее подбородочек. Поэтому сделалось оно не супер-реалистично. Или, к примеру, барби. Как я вам в роли барби? По-моему, отвратительно. Но, кстати, боком оно тоже будет подставлять довольно-таки реалистично. К примеру, вот были картинки космонавтов, девушек-космонавтов. Я подставила лицо специально вот сюда и вот сюда, чтобы посмотреть, что из этого получится. И вот здесь вот получилось довольно-таки реалистично. Я бы сказала, не довольно-таки, а очень реалистично. И вот здесь вот тоже получилось реалистично. следующий важный момент если вы вдруг понимаете что это фото не совсем хорошее у вас какие-то глаза не такие вы хотите поменять фото нужно будет заново настроить этого бота для этого мы опять пишем написать слэш выбираем сейфт и загружаем новую картинку к примеру я хочу загрузить вот эту картинку и заново ее называем к примеру 2 и только после того вот когда написан 2 created теперь у нас все картинки будут именно уже подставляться под новое лицо к примеру под эту же картинку я сейчас подставлю свое новое лицо и посмотрю на результаты и вот видим другое лицо совершенно другой результат это с одним лицом вот такая я получилась а вот это с более качественным изображением вот такая вот далее что можно сделать еще если у вас не получается какие-то фотографии либо вы увидели фотографию в интернете просто очень красивую вы хотите теперь туда поместить свое лицо для этого вы просто выбираете плюсик отправить файл выбираете нужный вам аватарчик к примеру вот этот я попробую теперь на него сделать свое лицо также приложение in swapper и она также поменяла мое лицо круто круто лайк коммент ребята и как и обещала показать еще несколько новых функций классных миджорни и пусть очень простые но очень полезные для кого-то если раньше мы сгенерировали промпт и картинка была слишком длинной теперь миджорни добавил несколько таких обновлений как зум-аут и зум-ин то есть мы сможем приблизить или отдалить на очень далеко нашу картинку к примеру мне не нужна эта девушка клоузапом а мне нужна эта девушка в два раза дальше нажимаем на зум-аут и он сейчас зум-аутил нашу девочку не устраивает хочется больше выбираем нужную нам картинку ю1 и еще ее зум-аутим на 2 и сейчас эта картинка будет еще дальше ну и также по такому же принципу можно делать зум-ины то есть ее приближать благодаря этому вы теперь сможете менять своих аватаров вот так вот быстро как только хотите если это видео осталось вам полезным поделитесь им со своими друзьями пусть они тоже играются с этим невероятным инструментом